Друзья, песня такая трогательная прозвучала. Хочу всем сказать, пока родители живы, надо это ценить. А потом много сожалений в жизни происходит от того, что чего-то не сделали, чего-то не дали. Ну, я прочту место Священного Писания, книга пророка Иеремии, 32 глава, 26-27 стих. И было слово Господне к Иеремии, вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? В другом месте Господь говорит, я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь не поручен. То есть, Бог здесь объявляет себя Богом и объявляет, Он всемогущий Бог. И задает вопрос пророку, есть ли что невозможное для меня? Ну, друзья, это такой риторический вопрос, да? Ответ понятен, что если Бог всемогущий, само слово всемогущий говорит о том, что Он может все. Нет для Него никаких препятствий ни в чем. И мы с этим согласны. И вот тогда много вопросов возникает, друзья. Вот когда человек делает добро, Бог благословляет, да? Благословляет, если доброе дело. А если человек зло или грех будет делать, Бог может благословить такое дело? Ну, с одной стороны, может, да? Но только Он никогда этого делать не будет. Он Бог всемогущий, Он может, но Он этого делать не будет, друзья. Не потому, что не может, а в силу Своей святости. То есть, есть те вещи, которые Бог никогда не сможет благословить. Никогда не сможет что-то сделать такое, чтобы угрожало Его святости, праведности, любви, верности Божией, да? Он этого никогда не делает. И вот, знаете, даже у грешного человека есть какая-то планка, какие-то рамки, которые он, граница, которые он не переходит. В силу своих убеждений, там есть мораль какая-то у каждого. Даже у преступников есть какие-то свои законы, которые они стараются соблюдать. Даже во время войны есть какие-то ограничения, там, какое-то оружие нельзя применять. То есть, во всем, да, эти рамки разные. И это у грешных людей. Они зачастую нарушаются, все. И у Бога есть то, через что Он переступить не может. Это Его безграничная святость, абсолютная, да, абсолютная праведность, абсолютная верность. Бог никогда не нарушит своего слова. Вот Он сказал слово, обещание дал, Он его нарушить не может. Тогда Он, если Он это будет делать, что-то благословлять, что-то греховное, злое, то Он перестанет быть святым Богом. И это будет уже, ну, не Бог, наверное, да? И вот, знаете, есть у человека и Бога свои отношения, у любого человека с Богом есть свои отношения. Есть воля Божия по отношению ко всем людям. Да, в чем она выражена? Она выражена такими словами, вот как первое послание Тимеофея 2, 4. Это Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Бог хочет, и Он просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он хочет, когда пришел Иисус Христос на землю, то, Павел говорит, времена неведения прошли, да? И теперь Бог хочет, чтобы каждый принял те условия, которые Бог предоставил ему для спасения. И, знаете, это Его воля, Его желание. А мы можем сказать, так и я этого же хочу, да? Я-то тоже этого хочу, достичь познания истины. И когда уйду с этой земли, я хочу в Царство Небесное. Кто-нибудь хочет в другое место? Ну, я думаю, таких не найдется, если человек в здравом уме, он не хочет в другое место. Потому что другое место – это ад. И, друзья, здесь наше желание с Богом. Он хочет, чтобы мы спаслись и достигли познания. И мы хотим этого. Но, друзья, чтобы достичь Царства Небесного, нужно принять условия Божия. Нужно встать на тот путь, который он предлагает человеку. А вот этого как раз человек не хочет. Это неудобно для этой жизни, неудобно для его плоти. Ему это не нравится. Это противоречит его греховной природе. И он никак не может. И вот, то есть, Царствие Божие нас устраивает. А тот путь, который предлагает Бог, нас не устраивает. И редко кто встановится в него. Вот Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Почему не все спасаются? И здесь дело не в Боге, а в человеке. Это ответ. Только в человеке. Есть те вещи, которые делает Бог. То, что не может сделать человек. Но есть и то, что должен делать я. И никто за меня этого сделать не сможет. Вот глядите. Мы спасаемся верой, написано. Могу я спастись верой кого-нибудь? Нет. Мне своя вера нужна. Мы спасаемся через покаяние и обращение. Может кто-нибудь за меня покаяться. Даже мама моя будет каяться, каяться. Не покаяться она за меня. За себя – да, за меня – нет. То есть человек должен сам это сделать. Сам покаяться. Никто за него этого сделает. Даже Бог не может этого сделать. Человек должен обратиться к Богу, чтобы спастись. То есть повернуться лицом к Богу. Встать на этот путь, идти к Богу. А этого тоже за меня никто сделать не может. Если у меня глаза в другую сторону смотрят, кто меня повернет. Никто. Друзья, поэтому Бог хочет, чтобы спаслись. Но и мы должны прилагать в этом усилия. И вот знаешь, знаете, Бог сделал так. Он создал человека со свободной волей. И человек… Бог может нас заставить делать то, что ему угодно? Силой. Принудить. Да, конечно, может. И мы все будем делать то, что угодно Богу. Но и этого он делать не будет с нами. Друзья, он силой никого не заставляет. Никого. Это мы, люди, можем принуждать. Вот ребенок непослушен, мы его наказать. Наставить, в угол поставить, еще что-то. Да, можем принудить, заставить. Бог так не делает. Бог хочет, чтобы это было добровольно. Я сейчас говорю не о детях Божьих, а обо всех людях вообще. Воля Божья по отношению ко всем. К неверующим, ко всем людям, которые в мир приходят. И вот, знаете, и Господь, что Он для этого делает, чтобы человек пришел к Нему, обратился, уверовал, да? Он объясняет. То есть, человек должен сам сделать выбор, а Бог объясняет. Вот если ты вот это выберешь, то вот так-то будет твоя жизнь складываться, то-то ты получишь. Если ты выберешь это, по-другому. Вот хочу прочесть второзаконие, 30 глава, 16-19 стих. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Бога, Бога твоего, ходить по пути Его, исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то, вот он говорит, если ты вот так вот будешь поступать, то что будет? То будешь жить и размножаться, и благословит тебя Господь, Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. То есть, если ты вот так будешь жить, если ты изберешь этот путь, то все будет хорошо, Бог благословит. И дальше он говорит, если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для овладения которой вы идете. Во свидетельство перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Посмотрите, друзья, он подробно объясняет, если ты изберешь жизнь, тебе вот это, вот это надо будет. Если не изберешь жизнь, смерть, то по-другому все будет. Очень понятно, но он никого насильно, он призывает, он говорит, ты жизнь избери, тебе хорошо будет. Поэтому, друзья. И вот Иисус Навин предлагает, изберите кому служить, да, то есть Господь предлагает нам выбрать, добровольно, самостоятельно, без давления, без нажима, и говорит, что с нами будет. Будешь заповеди исполнять, жить будешь вечно, не будешь, в ад пойдешь. Ад переводится, знаете, как из греческого, из еврейского, царство мертвых. Царство мертвых. И вот, друзья, живя здесь на земле, мы с вами выбираем, в каком царстве мы будем в вечности проводить время. Или в царстве мертвых, или в царстве небесном. Мы хотим все в царство небесное, но для этого нужно здесь, чтобы наша жизнь была угодной Богу. Исполнить то, что Он хочет. Значит, и вот Господь, Он делает же все для того, чтобы мы не пошли в ад. И потому, что Он лучше всего знает, что оттуда выхода уже нет. Вот по Писанию мы читаем, если человек попал в ад, исхода не будет. Никогда. Это место поругания, это место страданий. Ну, такое место, что не дай Бог никому, как говорится. И вот эти вот условия, которые Бог дал людям, чтобы они спаслись, они для всех одинаковые. Потому что Христос умер за всех. Никого не исключается из этого списка. И условия для всех одинаковые. Это вера, покаяние и обращение. То есть, ну, это если коротко. Мы все знаем, что это значит. И вот мы говорили о тех, кто еще не примирился с Богом. А какие условия, какие отношения у Бога с теми, кто уже обратился, кто стал его детем? Они такие же остаются? Нет, друзья. Я вот, когда произошло, когда он усыновил, да? Вот то отношение выходит вот на новый уровень. Семейные такие отношения. Бог, Отец и Сын. Посмотрите, Петр пишет. Как послушные дети, это к детям. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Ну, по примеру, призвавшего вас святого. И сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. То есть, когда вы обратились, то уже с прежним не сообразуйтесь. Дальше в Ефесянам написано, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Друзья, то есть, отношения такие. Теперь Господь нас усыновил, семью свою принял. И Он хочет, чтобы Его дети были похожи на Него. Мы хотим, чтобы наши дети похожи на Него? Папа, если увидит что-то у сына, там, черту характера, или что-то увидит свое, радуется. Да и мама тоже, да. Мы хотим, чтобы наши дети были похожи на нас. И Бог хочет. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Прежние похоти, прихоти уже не должны вас касаться. Сегодня многие говорят, да, это ничего не значит. Это все значит, друзья. И вот к детям Божьим Он предъявляет более высокие и строгие требования, что ли, так сказать. Он говорит, воля Божия по отношению к детям есть освящение ваше. Он не говорит вот этого всего тем, которые еще не знают Бога. Друзья, как послушные дети мы должны, как чадо света поступать и жить. Это угодно Богу, чтобы стать похожими на Него. Бог, когда мы сильно непослушны, Он нас наказывает. Но Он не только нас наказывает. Когда мы Его дети, Он нам помогает. Он нас поощряет. Побуждения различные нам хорошие дает. Охраняет, питает. То есть Он все делает, как отец делает для своего сына. Все делает. Ну, если заслуживаемый, накажет, ничего страшного. Поэтому, друзья, воспитания без наказания не бывает. И вот еще что хотелось сказать. Вот эти условия, которые Бог установил, Он ни для кого менять не будет. Мы о себе порой думаем. Ну, я-то вот вроде бы не такой уж там. Сравниваем себя с кем-то, кто похуже находим. И говорим, ну, я не такой, может где-то уступить. Нет, друзья, условия одинаковые. И Бог менять не будет. И опять же, не потому, что Ему нас не жалко или что, а потому, что Он Бог святой. Он судья праведный. Он не будет менять ни для кого. Поэтому нужно понимать. И знаете, даже вот имея такие тесные отношения, как отец и сын, Бог насильно никого не будет держать около себя. Никого. Помните, когда блудный сын собрался и пошел, говорит, дай мне мою часть имения, и я пошел. И отец его отпустил. Мы не видим нигде, чтобы он уговаривал его. Ой, да ты останься, да там же чужбина, там тебе плохо будет. Нет. Он отпустил, он ушел. Потом мы знаем конец этой истории. Этот блудный сын вернулся, нищий, оборванный, страдающий. И отец его принял. Или когда Господь был на земле, он однажды разговаривал с учениками, объяснял им. И в Англии им не понравилось то объяснение, которое он дал им. И многие отошли. Многие отошли. И опять же, Господь не сказал, подождите, вы меня неправильно поняли, я вам сейчас все объясню, что это... Нет. Он наоборот, он апостолов спрашивает, не хотите ли вы отойти? И Петр говорит, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Друзья, то есть, если мы захотим уйти от Бога, он не будет держать. Но конец будет очень и очень плохой, и он это предупреждает. Поэтому нужно держаться за Господа до конца. Нужно вот этот выбор сделать, который необходим, чтобы следовать за Христом, чтобы вот стать на тот путь, для который... Люди-то как? Бог путь предлагает, а человек говорит, он мне неудобен, я свое что-то вот спасение придумаю сейчас. Сейчас я по-своему буду спасаться. Друзья, а по-своему нельзя. Господь не давал такого спасения. Поэтому те, кто обманывает самих себя, идут своим путем не исполнять Слово Божие, то им же плохо и будет. И вот сегодня у нас день такой благодарения, дети учились год. Особенно к молодежи хочу обратиться. Чем раньше, кто еще не сделал этот выбор, чем раньше вы этот выбор сделаете, встанете на путь следования за Христом, тем лучше. Есть песня такая. «Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой». Это действительно счастливо. Я вам говорю, как человек, проживший уже много, что если вот я не могу вспомнить о весне далекой без упреков, потому что я неверующий был тогда и жалею об этом. А если человек вот в молодости стоит, да, он тогда жизнь проживает правильно. Ну, будут какие-то ошибки, переживания, трудности, все это будет. Но он правильно идет. Бог его наставляет. Бог – а его отец. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы каждый, кто еще не сделал выбора, сделает его сегодня. Обратится к Богу, покаяться, уверует в Него. И жизнь изменится, и будет все по-другому. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо.